Чувашский государственный университет имени Ильи Николаевича Ульянова. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Светлана Феофанова и Дмитрий Орлов. Будущие управленцы, государственные и муниципальные служащие. Они студенты Чебоксарского филиала Ранхикс. Выбрали свой вуз благодаря президентскому статусу и качеству образования. Серьезные ребята. Мария Бучурлина и Алексей Дубровин представляют Чувашскую сельхозакадемию. Маша учится на ветеринара, Алексей на экономиста. Им по плечу любое испытание. Екатерина Разбирина и Дмитрий Заграничный. Студенты Чувашского госуниверситета. Катя сильна в медицине, она будущий врач. Дима на отлично разбирается в современных технологиях. Он учится на программиста. Вместе они свернут горы. Любовь Лакман и Роман Исаев учатся в педагогическом университете. Оба будущие учителя музыки. Вместе поют, выступают на сцене, вместе участвуют в телепроекте. Сработанная команда будущих педагогов. Проект «Отличные студенты» выходит на финишную прямую. И под занавес проекта мы приготовили для ребят два крутейших испытания. Начнем по традиции со спорта. Ребята, привет! Привет! Мы рады вас приветствовать в спортивной школе имени олимпийского чемпиона Соколова. Вы уже знаете, что такое проводить экскурсии, но сейчас экскурсию по этой школе проведут для вас. Я рад вам представить Юрия Анатольевича Грачева, заместителя директора спортивной школы, который знает все об этом спортивном сооружении и что здесь происходит. Вы готовы? Да! Юрий Анатольевич, вам слово. Мы находимся в лучшем боксерском зале города Чебоксары. Здесь оснащение на уровне мировых стандартов. Также имеется хороший боксерский зал на втором этаже. Ежедневно здесь работают три тренера. Все категории, высшая категория профессионально-тренерская. Сейчас, видите, мы находимся на тренировке, где тренируются наши самые юные боксеры. Тренер Александр Юргаев проводит тренировочку с детишками с 10 лет. В апреле месяце спортивный комплекс посетило порядка 9,5 тысяч жителей города Чебоксары. Это и дети в оздоровительных группах, которые занимаются плаванием. Это боксеры и спортсмены, которые занимаются в отделении пауэрлифтинга. По учащимся школ и студентам порядка 2142 человек посетили в апреле месяце. Студенты в основном приходят в вечернее время. Очень много их студентов. Очень мы дружим с педагогическим институтом, которые многие там учатся в факультете физической культуры, которые приходят к нам, которые интересуются, хотят кто-то стать тренером по видам спорта, кто-то хочет стать инструктором. А участники на себе опробовали бассейн. Вода в нем, кстати, 29 градусов. По моему внешнему виду понятно, что я пришел играть в хоккей. Но бассейн не залили, точнее он не застыл, поэтому придется плавать. Вам придется плавать, а я буду комментировать. Итак, задача очень простая. У нас будет эстафета. Сначала первые плывут мальчики. До бортика и обратно. Это 50 метров. Передают эстафету девчонкам. И ту же самую дистанцию. Кто быстрее пройдет все испытания, тот и чемпион. Готовы? Да! Итак, на третью дорожку прямо сейчас отправляется ЧГУ. На четвертую Ранхикс. Давайте, ребята, удачи! На старт, внимание, марш! Вау, погнали, погнали, погнали! Итак, ЧГУ против Ранхикс. Кто же, кто же, кто же быстрее? Дмитрий Заграничный из ЧГУ вырывается вперед на старте дистанции. Чуть-чуть отстает Дима Орлов из Ранхикс. Так, назад уже отправляется спортсмен, участник из ЧГУ. Госуниверситета. Давай, давай, Дима Орлов! Ранхикс! Ранхикс! Смотрите, как отстает Дима Орлов. Дима, давай, 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 мы в тебя верим. Не сдавайся! Олимпийский принцип. Главное не победа. Главное участие. Итак, внимание, удастся ли девушкам прямо сейчас проявить себя, удастся ли Свете Феофановой из команды Ранхикса этот гандикап сократить, потому что ЧГУ пока лидирует и не отстает от своего напарника Дмитрия Заграничного, Катя. Катя из ЧГУ, которая призналась нам перед началом испытания, что боится воды и если не чувствует дна, то ей достаточно сложно плыть. Тем не менее, смотрите, Света догоняет, догоняет практически, отталкивается и спиной, смотрите, она меняет стиль. Ребята, подержите, подержите, подбодрите! Подбодрите своих! Итак, Света или Катя. Катя, давай, 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 поднажми, поднажми. У тебя все получится руками и ногами, руками и ногами. Как грациозно плывет Светлана, как будто каждый день таким стилем плывет. Молодец! Итак, все понятно, в этом заплыве побеждает команда Ранхикс! Катя, давай, 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 еще, еще, все, молодец! 1.57 Ранхикс, 2.07 ЧГУ. Итак, по третьей дорожке ЧГПУ, по четвертой Сельхозакадемия. Ребята, готовы? Да! На старт! Внимание! Марш! Понеслась! Понеслась! Вровень идут, вровень идут студенты. Чуть-чуть опережает ЧГПУ. Итак, Роман Исаев, ЧГПУ. Алексей Дубровин, Сельхозакадемия. Ребята, практически вровень идут, хотя на корпус опережает наш спортсмен-плавец из ПЕД-университета. И обратно-обратно нужно возвращаться и нужно поторопиться сейчас Алексею Дубровину. Леша, давай! Леша решил избрать тактику. Света из команды Ранхикс и тоже плывет спиной. Но, видимо, тактика была выбрана неправильно, потому что уже 2.5 корпуса отстает спортсмен из Сельхозакадемии. ЧГПУ Роман Исаев. Молодец! Прямо сейчас хороший, хороший задел на победу. И приняла эстафету Любовь Лакман из команды ПЕД-университета. Люба, давай, давай, давай! У тебя есть еще большое преимущество. И стартует за команду Сельхозакадемии Мария Бучерлина. Мария, Маша, давай, тебе предстоит прямо сейчас очень большой серьезный отрыв. Давайте, 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 девочки. Люба, 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 мы в тебя верим. Друзья, ну что, смотрите, Маша не просто сократила разрыв, выходит вперед. Маша уже движется обратно, уже плывет к финишу. Любу, Люба, нужно сейчас все силы собрать кулак. Люба, давай, поддержите Любу, ребят! И Машу поддержите! Вот Маша еще и стиль меняет в процессе плавания. И практически выходит на финишную прямую. Люба тоже решила поменять стиль, но ненадолго. На спине не получилось. И посмотрите, финиширует, финиширует Маша. Все, Маша финишировала. Результат 2.16 у команды Сельхозакадемии. Люба, помни олимпийский принцип. Главное не победа, а участие. Ты столько преодолела, прежде чем приехать сюда. Слышно же? Она все слышит, да? Не слышно? А она слышит. У нее просто идеальный слух, она же музыкант. Люба, давай, мы в тебя верим. Молодец! Я уже сама в себя не верю. Это плохо. Молодец, Люба, супер. Сельхозакадемия 2.16 и ЧГПУ. Три ровно, смотрите-ка. Итак, студенты ЧГПУ занимают четвертое место. Третье студенты Сельхозакадемии. Вторыми по времени к финишу приплыли Дима и Катя из ЧГУ. А лидеры – команда Ранхикс. Ребята, я вас поздравляю. Вы прошли семь испытаний, у вас осталось еще одно до финала. Забегая вперед, скажу, что это будет неожиданное задание и, пожалуй, самое интересное из всех. Ну а сейчас пришла пора подвести промежуточный итог. Итак, после семи испытаний команда Сельхозакадемии набрала 59 баллов. Команда ПЕД Университета – 59 баллов. Команда Ранхикс, как вы думаете, сколько? 62. 64 балла. И команда Чувашского госуниверситета – 65 баллов. Михаил, мы сейчас будем играть в игру, деловая игра, которая называется «Алмаз Раджи». Я Раджа. Вы Раджа. И вы владеете «Алмазом». Участнику каждому дается четкое задание, четкая инструкция. Ему нужно добиться цели любой ценой. Акцентируется внимание вот на этом моменте, что любой ценой. Подождите, а если они начнут силой у меня отнимать, мне тоже постараться не отдавать? Действуйте. Ваша задача – действовать по обстоятельствам. Ваша четкая задача – постараться его не отдать. Если вдруг что-то в вашей душе растает, и вам захочется его отдать и поделиться с человеком, то вы его отдаете. Каждому участнику дается 10 минут на выполнение задания. И понятно, что только отчасти правда, то, что мы сейчас проверяем умение добиваться цели, мы увидим, насколько участники открыты, насколько они коммуникабельны, насколько они имеют навыки переговорщиков развитые, насколько они добры, этичны, корректны. Понятно, что в этих заданиях проявляется человеческое нутро, как говорят в народе, и мы можем увидеть очень много нюансов человеческого поведения. Ваша задача – действовать по обстоятельствам. Хорошо. Я думаю, что это будет интересное испытание для ребят. Спасибо. Вы же будете наблюдать? Да, я буду наблюдать, записывать. По выражению лица, ты в предвкушении, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас будем играть в деловую игру, которая называется «Алмаз Раджи». Хочу акцентировать внимание на том, что это игра. И Михаил сейчас будет не Михаилом, а этим самым Раджой. Добрый вечер. И в его руках, мы уже видим, находится что-то очень-очень ценное. Это «Алмаз». Ваша задача – заполучить себе эту ценность любой ценой. Конечно, это задание покажет, насколько вы умеете добиваться своей цели. Результатом будет считаться, если цели вы добьетесь, и «Алмаз» окажется в ваших руках. И еще раз повторяю, что добиваться можно этой цели любыми способами. Договорились? Ну, дай, пожалуйста. Ну, это слишком просто. Ну, блин, я думала, он на неожиданности сработает. Я такой, ну ладно. Нет? Нет? Хорошо. А что ты хочешь за него? Да у меня все есть, мне ничего не надо. Все есть? Самое главное, у меня есть «Алмаз». Хочешь, я спою, ты мне одашь ее. Хорошо, спою, так спою, что точно одашь. Ну, спой. Лек, у меня гарантия нужна. Ну, здесь бесплатно не поешь. Только за «Алмазы». Давай ты споешь, а я подумаю. Нет. У меня должны быть какие-то внутренние позывы и желание отдать тебе «Алмаз». Он тебе неудачу приносит. С чего ты решила? Я экстрасенс. Докажи. Блин. Ну, что вот ты хочешь за него? Вот не может быть такого, что человеку в жизни всего хватает. Вот чего ты точно можешь не хватать? Я вообще очень зависимый от эмоций. Хороших, ярких, добрых, позитивных, светлых. Мне очень нравится, когда я радуюсь чему-то. Я готов весь мир бросить к ногам. Петь придется, да? Я не знаю. Попробуй. Ты сама предложила, а потом отказалась. Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое ты и я. И так долго были вместе. Мы спаслись в этом замке из дождя. Только двое ты и я. В самом одиноком весе ты и я. Круто. Это здорово. Я отдаю тебе, Алмаз. Тяжело было себя побороть почему-то. Ну, просто многие люди считают, что если человек на сцене, то ему запросто встать посреди помещения на табуретку и начать петь. Я таким никогда похвастаться не могла, к сожалению. И каждый раз перед выходом на сцену вот этот мандрав очень тяжело побороть, наверное, поэтому я и сразу не смогла это сделать. Мне нравится твой Алмаз. И если ты поделишься им со мной, то я могу завалить тебя этими Алмазами. Я не могу поделиться им с тобой. Если я его распилю на две части, то уже не будет сил. А хочешь быть еще богаче? Нет. Почему? Я следую тому принципу, что можно удовольствоваться теми богатствами, которые есть на данный момент, или споряжаться ими разумно. У меня есть возможность дать тебе много таких Алмазов. Я очень сомневаюсь. Во-первых, ты пришел на встречу со мной, и ты в кепке. Но это меня оскорбляет, если честно. Ты приходишь в мой дом и относишься ко мне без должного уважения. Помнишь, из крестного отца? И просишь, чтобы я отдал тебе предмет, который для меня очень важен. По-моему, ты ведешь себя немножко нагловато. Но сейчас, на данном этапе, я вообще не готов тебе его отдать, потому что ты не показываешь свое желание. У тебя просто есть желание получить этот Алмаз, забрать его себе, превратить его в инструмент зарабатывания денег. Но я тебе еще раз повторяю. Это глиняная фигурка граната. Да, я знаю. Это не Алмаз. Он называется просто Алмаз, потому что он очень ценен. Но его ценность не в том, что он стоит дорого, а в том, что он дает силу, энергию для созидания. Я могу за это что-нибудь сделать. Я могу работать на тебя. На меня не надо. Я много умею. Что, например? Я могу тебя развеселить. Ну да, за последние 8 минут мне стало грустно. Я могу дать тебе новый вид развлечения. Певцы. Певцы? Да, я сам буду в этом участвовать. Приведу тебе, сколько скажешь, певцов, которые будут тебе петь. Ты приведешь мне певцов. Когда попросишь и что захочешь. Ты приведешь мне певцов. И для этого мне нужен Алмаз. Лишь на один раз, чтобы я смог встать на ноги. Образно. Хороших певцов приведешь? Да, я сам особо такой. Как я пойму, что это хорошие певцы? А я могу видео показать. Не то время. Неважно. Сейчас не думаешь ты. Ну нет, почему? Если ты дашь мне Алмаз на один раз сейчас, я докажу тебе. Все это как-то вот понимаешь, все поверхностно. Ну вот я не доверяю я тебе. Я дам тебе Алмаз. Ты убежишь с ним, уйдешь и я не дождусь ни певцов здесь. И не тебя. Я могу ставить залог в что-нибудь. Что? А что тебя интересует? Я могу мне руку отдать. Че? Не было времени выбирать тактики. Было время просто, не знаю, угождать оппоненту. Не знаю, больше ничего в голову не пришло. Угождать любыми способами, как я могу быть ему полезен. Не знаю, как я могу быть ему полезен. Миш, прости меня за все. Я и не злился, все нормально. Ладно. Так, в общем, я хочу получить этот Алмаз. Я готов на все ради этого. На все? На все. На что, например? Станцевать на столе. Ребятчество какое-то. Но ты же султан. Ну и что? А ты же не наложница. Что за часы у тебя? Хочешь часы? У меня есть часы. Нормально? Офигенно, вообще классные часы, кстати. Я вот давно... Я никогда столько комплиментов от тебя не слышал за весь проект. Я давно хотел тебе сказать, что ты классный ведущий. Спасибо. Попробуй другую тактику. Ты попробовал тактику подлизуна, так называемого. Ну, она не про канала. Давай попробую по-другому. Нет, я умею тактику. У меня своя есть тактика, но... Ну ты на протяжении всего проекта понял, какая у меня тактика? Но она тебе сейчас не поможет. Тактика «Унижай влаз» называется, да? Так. Я заполучил Алмаз. Ты заполучил Алмаз. Остается с тебя только поздравить с этим. Любым же способом. Да. Спасибо. Ну, поздравляю, пять баллов ваши. Да. Он откололся. Зато пять баллов, зато пять баллов. Мне изначально сказали то, что можно получить Алмаз любыми способами. Я сразу же поинтересовался, а можно ли получить его силой. Все ради пяти баллов. На победу любой ценой. Это Алмаз. Какой-то он у вас покоцанный. Ну, разные ситуации были уже до тебя. Ага. Да. Твой коллега постарался. Угу. Ну, раз он бракованный, вы ему по скидочке должны отдать. Он же не целый. Ну, и что он по-прежнему так же ценен. А почему вы не хотите с ним расставаться? Ну, очень важен для меня, очень ценен. В нем моя сила. У него есть своя история? Да. Расскажите. Этот Алмаз достался мне от отца. Отцу от его отца, его отцу, от его отца, его отцу, от его отца. Семейная реликвия? Да. И вы передадите сыну? Да. А ваш сын мой жених. Вы можете отдать мне Алмаз? Что? Ну, во-первых, у меня нет сына. Вы о нем не знали. Ваша девушка, когда вы с ней расстались, не рассказала, что она беременна. И решила воспитывать сына в одиночку. Такая сильная русская женщина. Ваш сын. Я его очень сильно люблю. Если я вам отдам этот Алмаз, вы познакомите меня с моим сыном? Конечно. Он стоит за дверью, ждет нас. Ладно, я доверюсь вам. Заводите сына. Игорь, заходи. Все, 10 минут прошло. Я не мог не отдать Алмаз. Это было круто. Это целая история. Игра уже закончилась. То есть, если бы она продолжалась, то, возможно, был бы и Игорь. Ну, нет, давай по чесноку. Реально, вот тебе нужно. Если ты не получишь эти 5 баллов. Ну, ничего же страшного не произойдет. Ну, если не выиграете вы в конкурсе. Леша расстроится. Да, а что ты все за Леша-то? Тебе Леша очень важен. Конечно. Почему? Потому что мы команда. Не хочешь подвести напарника? С одной стороны, да. А с другой стороны, почему бы и нет? Действительно. Кто, в конце концов, он мне? Я сама тоже, наверное, огорчусь. Угу. Ну, ладно. Ну, давай договариваться тогда. Давайте. Давай. Что нужно? Слушай, ну, мне ничего материального не нужно, если честно. Могу спеть. Неожиданно студентки Сельхозакадемии слышит, что она может спеть. Ничего себе. Что надо? Ты поешь? А ты вообще поющая? Я люблю петь, но в таком... Окей. У тебя есть любимая песня? Нет. Очень много существует прекрасных песен. Понимаешь, вот он о душе. Вот этот предмет на душе, он дает вот силы, он дает энергию. И вот как у тебя душа просит, так вот и поступай. Вот хочешь спеть? Зачем он сказал спеть? Надо было сказать, станцевай. Ну, станцуй. Хочешь, станцуй. Давай, станцуй. Парные движения еще есть, когда друг друга обходят вот таким движением. А, ну это самые простые танцы. Это же любовь и голуби вот эти. А не поеду. Поеду. Это русские народные танцы. Да. Я же говорю, они очень простые, но в основном там хороводы. Все, понятно. Ты молодец. Держи. Спасибо. Все, заслужила. Просто я всегда танцую по жизни, поэтому как-то проще. А насчет песни я просто не смогла вспомнить ничего. Так часто бывает, когда говорят спой. И такой ступор немножко. Вот. Можешь дать посмотреть? Ну, это слишком просто. Нет, ну вдруг там видишь скол на алмазе? Ну да, уже пытались просто его заполучить. Не, я просто вижу то, что там скол хотел, поэтому повнимательнее посмотреть. Нет, нельзя? Ну, вот, посмотри. Ну, так не видно. Да видно, что там все хорошее зрение. У меня в Чувашском правительстве связи есть. Мне неинтересно это. А что тебе интересно? Ф-СУФА. Ну, давай. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Хорошо. Я вижу. Два-3 уже? 1-0. 1-2-3. 1-2-3. А тебе деньги? Да. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 2-1? 1-2-3. Все по-честному, да? Я поставлю Финал, да? Ну, давай Раз, два, три Раз, два, три Ты знаешь схему этой игры? Ты эту схему этой игры знаешь? Да Я сразу же увидел, что ты знаешь схему этой игры Да, вот пойми, что этот предмет, он неаматериальный, поэтому Есть, есть Все, ты получил Так неинтересно было бы получить Ну так поставь на место тогда Поехали Если получил, ты получил, но так я не хочу Я готов отдать тебе этот алмаз В целом, по итогу, я могу же это сделать? Да В целом, по итогу всех десяти минут Ты очень хорошо себя проявил И даже в тот момент, когда ты взял алмаз И потом сказал о том, что это неправильно И вернул Но это хороший поступок мужской Молодец И честный Сложно передать такой конкурс Нужно душой и головой обладать У нас тут возник вопрос Ты когда-нибудь не улыбаешься? Нет, я всегда улыбаюсь Вам нравится моя улыбка Да, ты будешь очень хорошим врачом Если ты оставишь свою улыбку навсегда То ты будешь... Ну хотя, знаешь, когда заходит пациент И врач улыбается, это весьма... Что это такое? Это так называемый алмаз, но на самом деле это не алмаз, а глиняная фигурка граната А можно посмотреть? Да, посмотри А, пощупать? Ну просто слишком это... Ну конечно, ну... Ну вам же нравится моя улыбка? Как вы можете отказать девушке, а? Если бы я не отказывал всем девушкам Кого бы я сейчас превратился Да легко на самом деле Но это очень просто взять, отдать А что вы хотите? Ну дайте посмотреть Так вот, смотри Так я хочу потрогать А вдруг это пластмасска? Нет, это глина Не верю Да нет, на самом деле я могу поставить И ты можешь забрать в любой момент Да? Ну это очень просто Ну возьми Хочешь, бери? Возьму Все Я взяла И все? Спасибо А когда ты мне тут потреблялась? Все? Все? Я выиграла, что ли? Ну пять баллов твои, если ты хочешь Хочу Спасибо большое Не знаю, как это объяснить Это как-то само собой получилось Это было просто Ну вообще я человек вроде коммуникабельный Мне не сложно с кем-то заговорить Что-то попросить Миша, привет Снова Привет Как дела? Все хорошо Говорят, у тебя есть кое-что интересное Да, есть Для тебя что является ценностью? Больше материальное или душевное? Я бы хотел сказать душевное Но мы в таком время сейчас живем Что материальное, наверное, сейчас выходит на первый план Ты не согласен? Нет Не согласен? Нет Может быть потому, что ты еще... Не вырос? Не вырос, да Как бы еще слишком молод У тебя нет семьи У тебя нет особой ответственности У меня есть друзья Ну да Благодаря друзьям И тем, что они мне дали Есть тот, кто есть И поэтому участвую в этом конкурсе А как давно этот алмаз у тебя? Как ты его получил? Я нашел его случайно Однажды я рыбачил со своим другом И мне на удочку попалась очень крупная рыба А я был тогда еще маленьким И эта крупная рыба была настолько сильной и большой Что она утащила меня из лодки Я оказался в воде И когда я оказался в воде Я на дне реки увидел этот алмаз Я его взял В руки Вылез на берег Потом мы поссорились со своим другом Из-за этой штуки Я назвал ее своей прелестью И вот теперь она со мной Ты не сразу понял? Какую историю я рассказываю? А я знаю человека, который потерял этот алмаз Я могу его вернуть ему Он буквально два года назад Хотел сделать предложение своей девушке Купил огромный-огромный алмаз Так Но, к сожалению, девушка сказала ему нет Он в гневе выбросил это кольцо в озеро Я могу его вернуть ему Так подожди Ну оно же ему не нужно было Зачем сейчас оно ему вдруг? Ну он теперь стал бедным Он потратил все свои сбережения на этот алмаз Ну и? Если вернуть ему этот алмаз То он снова вернет себе все, что у него было Это твой близкий друг? Да А твоя сила в... Друзья Ты сказал об этом Ой, блин Ладно Раз твоя сила в друзьях И ты очень хочешь ему помочь Я помогу тебе Спасибо Есть не только материальная ценность Но и духовная Начал говорить про своих друзей Да, можно по возможности им Пожалуйста, передать привет Это мои хорошие друзья Компромат Они поймут Вот Это мне, пожалуй, и помогло Ребят, ну вы большие молодцы Я могу сказать, что это задание на самом деле Очень трудное Очень трудное И еще раз Это, конечно, большой стресс для всех И вы все с ним справились Не справившихся не было на самом деле Ну, то есть, в целом, можно сказать, что у нас подрастающее поколение Это хорошее, с хорошими принципами Чудесное Навыками Вы знаете, я думаю, что здесь сидит цвет нации Потому что это, ну, лучшие мозги И лучшее воспитание И, ну, вот И Дима Димина стратегия Бывают в жизни какие-то моменты Она ему очень поможет Есть такие моменты Допустим, нужно девушку защитить Молодец, Дима Да? И точно Дима у нас с этим справится А в целом, конечно, большое-большое браво всем Молодцы, большие молодцы Молодцы Психологическое испытание позади Не удалось добыть алмаз Лишь одному участнику из команды ЧГПУ Они зарабатывают 5 баллов Остальные команды получили по 10 баллов Основные испытания позади Впереди финал и самое интересное В следующий вторник мы узнаем имена победителей Телепроекта «Отличные студенты-2018» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА